Пастор Акимото, мы знаем его уже несколько лет, мы тихоньку развиваем наши отношения и мы познакомились здесь в Израиле и потом встречались еще здесь и потом еще в Тухонии. Спасибо. Мы будем сейчас открыть и будем размышлять, пусть Господь сам являет чудом. Вообще я хочу сказать, что что-то странное происходит, у нас мы прямо стали такими воротами соединяющими Дальний Восток и Ближний Восток. Пастор Акимото, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дальний Восток. Добрый день всем, вам. Это не то, что я там большой, потому что у меня иногда спина болит, и я могу не сидеть. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Я просто, как пилигрим, пошел по разным местам посещать. И, за последнее время, я провел время в Галерийском море. И, в то время, я очень сильно хотел еще раз приехать в Израиль. Я не хотел, чтобы это было возможно. Я не хотел, чтобы это было возможно. Для нас, чтобы приехать из Японии сюда, это достаточно дорого. И, в начале, я думал, ну, может, раз в жизни хотя бы, поначалу. И, в то время, яplayал книг. И, когда я приехал из Японии сюда, я прочитал и это книг. И когда приехал в Европу, я читал одну книгу. И в этой книге этот читал, молился Богу, чтобы на течение 10 лет, каждый год была возможность приезжать в Израиль. И я подумал, что это очень хорошая идея. И я подумал, что я тоже хотел бы, раз в год приезжать. И я подумал, что я буду стараться делать так же. И я подумал, что я буду стараться делать так же. И я начну молиться Богу, чтобы приехать в Израиль 10 раз. Это моя молитва. Раз в год, я приезжаю сюда. Но потом, что-то поменялось в голове. И я помню, когда вам приходится, что-то не будет. И я буду стараться делать так же. И я помню. И я буду стараться. И я снова молиться, чтобы приехать в Израиль 10 раз. И я подумал, что-то, если верится в Израиль 10 раз. И я думаю, что-то, что-то закончится. и потом опять головой у меня что-то поменялось короче говоря, если в эту поездку моя молитва отвечена только двадцатый раз, я продолжаю молиться поэтому я менялась на 30 раз Но я не помню. Если я не помню, то я уже не помню. И я помню. а потом думаю до сорока и я подумала, что даже 40 лет я думала, что только 40 лет в моей жизни и я думала, что 50 раз в общем, я каждый раз когда думаю об этом на десяточку увеличиваю и один человек, он множество раз для меня что-то невозможно сделать и один человек, он множество раз для меня что-то невозможно сделать он попытался сейчас прочитать сколько раз я в Израиль но я все равно 32 раз я ошибся я ошибся сейчас 32 раз он летал сюда в Израиль но я думаю, что еще 2 раз 34 раз я вместе И Бог дает мне силу, активность И Бог ответил на мою молитву И для меня это было невозможной Но я вот вижу, что она возможна и она случается И ноября – это чудо И молитва – это чудо Когда мы молимся о чем-то, и мы хотим чего-то достигать То в нашей молитве есть чудо Мы начинаем получать от Господа Бога благословение Если мы постоянны в молитве И если мы посвящаемся о молитве То мы можем знать, что Бог даст нам лучше от себя И также 30 лет назад я впервые приехал в Америку Также для меня было 30 лет назад впервые посетили Америку И я был очень впечатлен в Америке И я был очень впечатлен в Америке И я прошу Бога И я прошу Бога И я прошу Бога И я прошу Бога И я буду еще один раз сюда вернусь И я прошу Бога Могу еще раз И я прошу Богу Я думаю, что это просто слишком много вопросов. Но я сказал, что 100 раз, более 100 раз. Ну, я думаю, что это невозможно, чем 100 раз. И я, на самом деле, много много раз. Есть кто-то, кто хочет давать для меня максимум ответ. Это человек, который считал, сколько раз я там бывал. В 2011 году я приехал в Америке 103 раз, это короче дорога, через 30 раз, 135 раз. После этого я приехал в Америку 30 раз, поэтому я приехал в Америку 133 раз. В 2013 году я приехал в Америку 133 раз. Бог дает нам много, если мы просим Его. Бог дает силу, когда мы просим Его. И когда мы молимся, это развязывает руки Господу. У многих людей вообще нет никаких ожиданий на Бога. Я могу сказать, что Бог не ожидает, что ничего не ожидает, что ничего не ожидает. И Бог да желает давать вам лучшее. И если вы нацелились на что-то и просите у Господа Бога, послушайте нам, говорит дело сейчас. Если вы просите у Него, то надежда приходит к вам. И сейчас, как и все-таки, Бог дает нам интересный вопрос. И сейчас, как и все-таки, Бог дает нам интересный вопрос. И сейчас Господь Бог совершает мечты интересные. Один раз, Господь сказал мне, «А ты не проживаешь? Ты не проживаешь мне, что будешь в первом классе сидеть на полете?» Ну ты все время за эконом-класс говоришь. The plane ticket I get is the lowest price economy. Recently, by the way, the airplane doesn't have a first-class seat anymore recently. First? Yes. Not first-class? Not much. Gradually. Gradually. So first-class and business class together or consider business seat in front is as first-class. Ah, короче говоря, нет, я считаю. Всегда было три класса в самолете. эконом, бизнес и первый класс, там, где самые крутые. Сейчас они убрали бизнес-классы, и первый класс, короче, первые бизнесы, идиники. Надо выучить этот класс. Идиник. 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 То есть, что там впереди самолете, это там, где сидеть намного приятнее, удобнее и лучше. Могу вам за свидетельство. Скоро. Могу вам за свидетельство. Идиник. Скоро. что это все будет так тепло я? Игра в самолете. Скоро. Ирина Классу. Скоро. Скоро. Ирина Класса. Я не плачу. Но я прейся к Богу. А ему просто там внутри самолета раскидывали меня. Я не плачу за это. В два раза, в три раза дороже. Поэтому, почему люди не получают первый класс? Вы даже не думаете об этом. У нас даже нет никакого желания, чтобы чего-то пожелать от Господа больше. Вы думаете, да, все нормально и в эконом покатит. Но Господь желает дать нам благословение в жизни. Я хочу вам сказать, не научитесь обитворяться всегда, просто, всегда простым. Если вы не желаете большего, то все, кто просит Бога о чем-то большем, и в этом есть смысл, получают от Него большего. Иною как Камикама полученаzonемая, это 주는 Greatest Дlar. И молитва, способность помолиться, обратиться к Богу, это один из величайших даров, которые бог дал нам. И я могу заверить, если вы будете молиться и строить план, то это даст вам благословение и исцеление и будущее, предыдущее. Когда мы начали нашу общину, там никого не было, я один был. У меня не было денег, чего-то начинать, я не знал, что люди на наши собрания. И я помню, как один руководитель, одной из финансовых компаний пришел ко мне. Он сказал мне, что это не так, что это не так, что это не так, что это не так. И он, богатый человек, сказал, я хочу жертвовать десятину, вам на общину, потому что вы прошли сложные времена. Я поблагодарил Господа. И для меня было это большим благословением. Получить это отражение. Потому что это пожертвование позволило мне просто двигать, надевать общину, снимать помещение. И я посмотрел на этого человека, и в моих глазах он почти как Ишуа был на меня. Но когда мы начали двигаться, он не приходил в собрание, этот человек. И на самом деле, то, что он пообещал, он нам ничего не дал. Я молился, Господи, пусть этот человек вспомнить на своем обещании и поддерживать нас. Но даже десять йен не пришло с той стороны. Один шефер. То есть мы просто из-за обещания, из-за наших обещаний другим, мы попали в ситуацию, когда мы пообещали, а платить не могли, и мы были в ужасной ситуации. И в это время, Господь, Бог проговорил ко мне, Он сказал мне, ты попытался возложить свою надежду на человека, на его милостивость человеческую. Ты думал, что эта компания и этот человек будет помогать тебе, но ты не положил свою веру в меня. И я говорил, Господи, поддержи меня, ты поддержи меня. И с тех пор, моя молитва была услышана, и разными обстоятельствами Господь поддерживал нас. И Господи, которая поддерживала нас большинство. И Господь, мне и я помогу мне, кто-то процветает нам. И Господь у нас не помогает тебе, что-то произвела нам. И Господь, нам было так же, что-то помогает нам. И Господь показал нам так бы, что-то очень битвое силы. через что? и основой была молитва и молились молитва это драгоценный дар который мы имеем я просто говорю вам это величайший дар дам вам пользуйтесь это молитва и молитва о просьбе а есть молитва благодарности о просьбе а есть молитва благодарности это молитва это молитва в любых ситуациях когда мы можем поблагодарить Господа Бога за любые обстоятельства через которые Он проводит нас то есть молитва поэтому вы благодарите хорошие вещи но также их плохое и хрик это вот тайна когда ты можешь поблагодарить Бога не только за доброе но и за то что тебе вообще не по вкусу и вы народу и многие из вас могут вместе со мной сказать что что в жизни есть много вещей, которые не находят радости, не дают нам радости, дают нам уныние. Суги и агуряка мембеки, но что-то не дают нам уныние. Конечно, вы должны отрекать от своих sins, но Бог говорит, что дам Бог даже за плохие действия, которые происходят. И иногда это подталкивает нас через покаяние, может быть, что-то согрешили, но если мы не согрешили, то все равно какие-то обстоятельства есть. Бог учит нас благодарить Его даже за те сложные обстоятельства, в которых мы находимся. И это не значит, что Бог просто сбрасывает нам на голову какие-то беды. Но иногда допускаются проблемы и беды в нашей жизни. Почему мы благодарим Богу за эти негативные вещи, которые происходят в нас? Потому что в этих негативных вещах, Бога благословила и планы, все были уничтожены. И зачем нам нужно благодарить Господа Бога за те маленькие обстоятельства, которые в наших жизнях или радуют, или мешают нам? Потому что в любом из них состоит наша жизнь. Господь говорит нам, что Бог все благодарит вам, что все благодарит вам. То есть? Господь, вы должны спросить. Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? Как вы думаете? В том, что мы молимся. Если? Что? Как вы думаете? И если потому что люди не стали решать, то? Как вы думаете? Как вы думаете? Что? А если вы думаете? Что? Если вы думаете? Дальше。 Смотри. Как вы думаете? И если мы принимаем это учение к Господу, научение о нашей внутренности, то Он дает прорыв. Когда я начался в школу, я всегда была в школу, и я была в школу больше пастор. Потому что мне нравилось это, и мое желание было, я был ревностен по Богу, я хотел бы за него просто служить перед Господа. И я старался приложить свои руки к любым вещам в собрании, и мне казалось, я больше других делаю. И я так много делаю для Господа, но в этот момент, какие-то проблематичные вещи стали случаться в моей жизни, вещи которые сжимали меня. Но я никогда не разочаровывался, и старался не поддаваться вот этим сложным обстоятельством, продолжать постоянно. Но я ничего не надеялась, но в некоторых вещах я был плох. В этой ситуации я не знала, что все эти проблемы и трудности, что Бога специальные планы и блескания были в том, что все они были. Благодарность учит меня. Такие негативные вещи, вы найдете трезарь. Если вы будете проходить сложные обстоятельства с благодарностью Богу, то посреди них вы найдете драгоценности. Но многие люди просто не найдут трезарь. Но большинство людей, когда они проходят сложные обстоятельства, они так их проходят, что они там ничего не находят. Но если вы приучите себя благодарить Бога за любые обстоятельства, тогда драгоценности будут являться вам. А если будете скулить и ныть, то... То есть, если вы будете скулить 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 скулить. Every time I come to a special meeting like this, I try to eat beforehand. Before meeting, I eat. But when we held a special meeting in Australia, I didn't eat here. We had this meeting in a hotel room, and there was a plate of candies there. And there was a plate with cookies. I don't eat them. Usually, I never eat candies. But at that time, I was so hungry, so I just eat them. And I just know, why is the candy? And I just kept it for two or three times. I tried to eat them. But this feeling of the upper of the candy. Oh no! That feeling in the teeth came out. So I was like, oh no, this is shocking thing. That feeling in the tooth came out. You know, you have a hole there. You have a hole. So I had to stay with the hole all the time I was in Australia. So when I came back, I knew that I had to receive this thing again. But the Bible says, give thanks in all circumstances. But even in such circumstances, when I was saying, I was like, oh no, this is not a problem. I was like, oh no, this is not a problem. I was like, oh no, this is not a problem. So immediately, I said, God, thank you for this feeling came out of my teeth. And I was like, oh no, this is not a problem. I was like, oh no, this is not a problem. And I said, oh no, this is not a problem. So when I was like, oh no, this is not a problem. But in a voice, in me, it said, what makes youth, just thanking God for the Spirit coming off? Но голос внутри меня сказал мне, за что я должен благодарить за то, что у меня дыра в зубе образовалась, то что вывалилась бомба. «Я сказал, что в этом случае, что у меня есть прекрасный計画». Так что я 네, наверху я сказал, что у меня есть прекрасный план, где открытся и обнаружилось, что у меня есть прекрасный кружок. И он сказал, что в нем сделал какой-то причина, который хотел сказать и что-то случилось что-то, и я решил это сделать, и я нашел это именно. Ну, я потерялся немножко, но идея такая же, я сам с собой стал спорить, что же там со мной будет, когда дыра у меня образовалась, что за кого буду иметь. Но я просто пустил мой голос, ропотливый голос, я пытался, я пытался благодарить Бога, то есть я знаю, нужно благодарить, но внутренне говорить, ну, за что будет, дыру в зубе, но я его сполкал не зуб, а не помпу, а голос, этот свой внутренний, в карман, и все равно стал благодарить. Немного кто-то взял, написал, в общинном блоге, в интернет- kindly написал, что он был в общинном блоге, что вау, какой у нас пастор, он все равно поблагодарил Господа Бога. И этот блог, пастор, крестьян, читал этот блог. А какой-то другой верующий, совершенно с другого места, прочитал этот блог, всю эту историю, где у пастора упал, он за это Господа Бога поблагодарил. И я видел, что это очень верно, и очень верно. И этот христиан, его вера была настолько унижена и растоптана, и он не знал, как двигаться. А тут, на тебе, вот такое вот свидетельство. И даже его пастор не мог его ободрить. И да, в том собрании, куда он ходил, никто не мог его не ободрить ничего. Но этот христианский брат, он читал этот блог и сказал, «Вау, этот пастор унижен, даже вот это. И он сказал, «Вау, я не удивляюсь тому, что вот происходит, люди могут за такие вещи поблагодарить меня, с Богом поблагодарить». И в тот момент, его вера, надежда на Господа, возросла. И в нем, в тот момент, его вера, надежда на Господа, возросла, что человек мог за ерунду, неприятности поблагодарить Господа. для этого. И в то момент, они умерли. И в то время, я могу сказать, что это казалось странным, для меня и для тех, кто вокруг меня, но через вот такую простую странную вещь, Господь Бог умерли в веру кого-то другого. И в то время, и в то время, все было, что, выросли. И в то время, это было странным. И этот брат был там, когда мы приехали в Чехия. И когда мы были в том собрании, откуда был человек, который читал этот блог. И один из моих сотрудников из моего команды И один из моих людей дал тому человеку мою книгу, который читал сам английский язык. И этот крестьянный человек читал эту книгу. И он был в чехе, который читал его в чехе. И потом его книгу перевели на другой язык, и он был в чехе. И он был в чехе. И один из моих книг наиболее. И он был в чехе. ЧЭК АССЛОВАКИЕ Перевели в ЧЭК И распространили ХАМАКОРЕДАТУТ КАНЯТА ПОДОВАРА КОГОЗАМАССИ от дырания Бога за мои чувствительные революции это произошло и это работа Идея Выпала пломба можно было расплакаться и заныть Но он поблагодарил Эта странная штука попала в блог, вдохновила кого-то. Вдохновленный кто-то взял эту книгу, он взял эту книгу, прочитал, перевел на чешский и чешский. И она стала благословлять там целую кучу людей. Что такое пломба? Ну еще пятьдесят шесть лет. Заменяли, что это конфета. 5-6 лет назад, Бог сказал мне, обучение оффенничество в Японии. 6-7 лет назад, я послал нам построить оффенничество. Дом для сиру. Приют. Приют. Приемный дом, да. Скажите, украина, украина. 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 Его дом находится на верхушке, где-то на верхушке. Там большой дворец был. И они там производят суши. Кинма, но это суши. У них там есть такие суши, которые посыпают золотой пищевым золотом. У нас есть пищевая соль, а у них есть пищевой золотом. Он говорит, я никогда не видел. Я видел такое, но они не это. Я боялся, что там внутри меня состояние. И они сказали, что мы на половину денег будем давать в этот приют. И я радовался. Вау, спасибо Богу! Это огромная помощь, я подумал. Я подумал, это будет большой помощью. Я подумал, что мы будем управляться. И я подумал, что мы будем управляться. И на день я приехал в Америка, я получил email. Но это даже должен был уезжать, когда я получаю от них email. Я пори, я не сижу. Мы не будем помочь в америках. И вы не доверяете руководителям больших компаний, когда они вам что-то обещают. И они думали, что для них? И они просто просто... И я говорю, что они не знают. И они просто думали, что они не знают. И они хотелось бы сказать, что они не знают. И я не знаю. И они просто пишут, что они начали делать как-то. Он пытался положить свое основание на человек, возлагающий свои надежды на человек и не на Господа Бога. Мы должны Господа благодарить и Него возлагать наше. Мы благодарили Бога, из-за того, что мы оказались в сложной ситуации, и из-за того, что мы оказались в победе. И Господь Бог, что проводил нас, служил работу. И Господь Бог, который проводил нас, служил работу. Я хочу сказать, что Бог работает на нас через нашу благотворение. Я хочу сказать, что Бог работает на нас через нашу благотворение. Бог работает на нас через нашу благотворение. Спасибо. 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 Спасибо.